А есть полуправедники? А то полностью не получается. Нет, полностью, конечно, и не получится. Более того, если взять опыт наших святых отцов, мы увидим, что они видели себя грешниками. Даже великие подвижники, которые такие духовные подвиги совершали, что рядом даже не стоишь, они себя видели, ощущали великими грешниками. Почему так? Потому что чем ближе человек к Богу, а Бог есть источник святости, эталон, самое-самое-самое-самое святое, самый чистый источник жизни, источник любви, то чем ближе ты к этому источнику, тем больше ты видишь свое несовершенство. Что у тебя нет как раз этой святости, этой правды, этой любви. Чем ближе ты к источнику света, тем видишь ты больше в свою весомую тьму. Поэтому человек, движущийся по пути праведности, никогда не увидит себя праведным. Наоборот, чем больше он делает, тем больше он видит в себе греховности. Кстати говоря, поэтому христианство не очень-то популярное, надо сказать. В этом отношении ислам, можно относиться к ним по-разному, с уважением в том числе, Ислам дает человеку ощущение праведности. То есть ты должен выполнить определенный набор требований. Ты должен совершать намаз пять раз в день, то есть молиться. Ты должен признавать, что нет Бога, кроме Аллаха и Магомеда, пророк его. Ты должен поститься, совершать один месяц в году, а не поститься. Ты должен совершить хадж в Мекку за свою жизнь и жертвовать на благотворительность. Если ты все это выполняешь, то ты правоверный мусульманин. Если нужно тщательно выполнить эти предписания, то у тебя будет чувство, что ты не кто-нибудь, а правоверный мусульманин. У тебя будет чувство праведности, что ты праведный. Оно дает и привлекательно для людей это. Чем больше ты погружаешься, тем больше ощущаешь свою неправедность, свою греховность, свое несовершенство. Острее начинаешь это чувствовать. Христианство не дает ощущение праведности. Оно, наоборот, отнимает у тебя это ощущение праведности и ведет тебя в другом направлении. Если мы посмотрим на бытовой ислам, как это практикуется среди людей, то это так. Но, на самом деле, в своем богословии тоже есть, как и у нас. Они выполняют, но все-таки ощущение какой-то своей греховности тоже испытывают. Но это на уровне богословия. Но в быту этого нет. А у нас это в быту. Если человек переступает порог храма, конечно, он бывает оттуда уходит окрыленным как-то. Да, это у него есть. Но все-таки чем он тщательнее начинает выполнять заповеди Божии, тем он видит больше свою греховность. Особенно поначалу это бывает разительно. Когда человек только-только делает первые шаги, сталкивается с тем, что ему начинает казаться, что когда в храм не ходил, он грешил меньше, чем когда начинает ходить в храм. Он говорит, что в прошлом году в храм не ходил, и вроде как бы грехов было мало, а сейчас я вроде стараюсь, что-то делаю, но мне кажется, что грехов только больше и больше. Я, наверное, что-то неправильно делаю. Я что-то, наверное, не туда иду. У него начинается паника, он начинает суетиться, потому что он думал, что все немножко не так, а грехов он начинает видеть все больше и больше. Ну, приходится успокаивать, что, в общем-то, это нормально. Да, привыкнешь.